Прогу пера. В жизни Тютчева не суждено было, однако, завершить безбурным законом. В 50-х годах в Тютчеву пришлось пережить сильное потрясение, в значительной степени изменившее все направление его жизни. То было чувство, о котором Тютчев говорил «О ты, последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность». Начало этой последней любви относилось к 1850 году. В этом году Тютчев сблизился с госпожей Де, бывшей классной дамой в Екатерининском институте, где воспитывались дочери Тютчева. Любовь Тютчева была не милолетной вспышкой, но могущественным чувством, у которого он старался верен до самой своей кончины. Можно даже сказать, что то было самое яркое, страстное чувство, испытанное им в жизни. Тютчеву в то время рассказывает одно лицо, которое могло им вполне точные сведения об этой стране жизни у Тютчева, было уж под 50 лет. Но он сохранил еще такое свежее сердце и цельность чувств, которые способность к безрассудной, непомнящейся себя и слепой ко всему окружающему любви. Что читая его дышащую страстью письмо, положительно отказывавшись быть, не быть, а вбрить, не знаю слово вбрить, что они вышли из-под пера, не первые полюбившего 25-летнего юношу. О том же свидетельствует стихи Тютчева этого периода. Любовь, любовь, гласит свидание. Последняя любовь, чему молилась ты любовью. Не говори меня, о как и прежде любовь, о как убийство, мы любимые. В часы, когда бывает, и другие. В них страстность чувствует соединение с глубокой нежностью, высокой человечности. Понятно, каким тягостным затруднением должна была привести Тютчева и в любовь при его общественном положении. Прежде всего, она нарушила строй его семейной жизни, создав длинный ряд крайне мучительных условий, осложнившихся его денежными затруднениями. В то время против Тютчева оказалось общественное мнение Петербурга и явно выраженное недовольство дворам. Последнее привело к тому, что движение Тютчева по службе остановилось, и от блестящего служебного будущего ему пришлось отказаться. При всем том, Тютчев не в силах было создать для любимой женщины сколько-нибудь достойного условия жизни. В стихах он говорил самому себе. Судьбы ужасным приговором за любовь для ней была. И незаслуженный позорить, на жизнь в нее она легла. Продолжение следует... Продолжение следует...